— Знаю, но... — И потом учти, не унимался сэр Джордж. Как трудно придумать что-нибудь новенькое. Те, кого произвели раньше, разобрали самое лучшее. — Знаю, но из того, что ты назвал, мне не понравилось ни одно. Не то, чтобы они были дурны. Человеку яркому не зазорно носить и такой, и все-таки они немножечко, ну, слишком вычурны. Не забывай, что титул, на который ты сейчас остановишься, со временем перейдет Родерику. Мы не должны выбирать ничего, что в приложении к Родерику будет звучать комично. — Довольно его имени, Родерик. — Миссис Хэммон поморщилась, как я умоляла бедняжку Лисео крестить его Томасом. Безоблачное чело сэра Джорджа вновь прорезала глубокая морщина. Так счастливец внезапно обнаруживает, что в чашу его радости недружеская рука подбросила дохлую мышь. — Я совсем забыл про Родерика, — мрачно сказал он. — Воцарилось молчание. Будущий лорд Майкл Хевер, а может быть Венслидейл или Марлингью, раздраженно забарабанил пальцами по столу. — Что меня угораздило родить такую тряпку? — горько попросил он, как вопрошали до него много крепких отцов, и много будет вопрошать после. — Ума не приложу. — Он пошел в бедняжку Люси, — сказала миссис Хэммонд. Она была как раз такое робкое, слабое создание. — Сэр Джордж Кивну. — Упоминание давно покойной жене не пробудило в его душе сентиментального отклика. Дни, когда он был просто Джорджем Пайком, безвестным клерком в адбокатской конторе, и замирал от нежного голоса Люси Мейнард, принимавшей заказы на скудные ленчи в Холборн, в Ядук Кэбин, давным-давно изгладились из его памяти. Эта никчемная женщина просто стала бедняжкой Люси, одной из детских хворей великого человека вроде Ветрянки. — Кстати, — сказал сэр Джордж, словно беря трубку, — я собираюсь звонить Родерику. — Я сделаю это сейчас же, — добавил он, бессознательно цитируя девиз, который по его указанию красовался вставленный в деревянную рамку на каждом столе в издательстве. — Я звонил в сплетни перед самым твоим приходом, но он еще обедал. — Погоди минуточку. — Джордж, я кое-что хотел тебе сказать, пока ты не послал за Родериком. — Сэр Джордж покорно положил трубку. — Чем он провинился? — Сэр Джордж ширпнул. — Сейчас узнаешь, — произнес он дрожащим голосом обманутого в своих надеждах отца. — Пока он был в Оксфорде, я ни в чем ему не отказывал. — И вот итог. Я хотел, чтобы он не стеснялся в средствах. — И что он выкинул? — Издал свою книжку о прозе у Уолтера Пейтера за свой счет валом с Афьяни. И вдобавок имел наглость просить, чтобы Мамонт купил ежеквартальное поэтическое обозрение. Мерзкий журналишко, который не продается и в десяти экземплярах за год. А его Родерика сделали редактором. — Все это я знаю, — не совсем терпеливо перебила миссис Хэммонд, думая о том, что у Джорджи есть только один недостаток. Вот это его привычка повторяться. — А ты назначил его редактором светских сплетен. Как он справляется? — Я к этому и подвожу. — Я сделал его редактором светских сплетен, чтобы постепенно приучить к делу. Мне и в голову не приходило, что он наломает дробь. Сама посуди. Работа не бей лежачего. В действительности газеты заправляет молодой Пилбим, очень и очень толковый и малый. — Все, чего я хотел от Родерика, все, чего от него ждал, проявить хоть немного хватки и почувствовать себя более или менее на ногах. Пока не пришло время взяться за что-то серьезное. — И что же, вот, — сказал убитый горем отец, — Только взгляни на последний выпуск. Миссис Хэммонт взяла газету. Воцарилась тишина, нарушаема лишь шуршанием бумаги да сопением сэра Джорджа. — Виала, — наконец, объявила Эгерия. — Ряхла, — рыхла, — сказал Нума Помпилий. — Бесхребетно, беспомощно, недостает остроты, недостает перчику. Я спросил, в чем дело, с горячностью продолжил Нума, бросая в угол ненавистную газету. И можешь вообразить, молодой Пилбин сказал, что Родерик сознательно вычистил из газеты все лучшие материалы. Так-то он отрабатывает свое жалование, так-то он способствует процветанию фирмы. Редактор субтитров А.Семкин